всем привет друзья с вами андрей это канал футбол это жизни и это продолжение нашей карьеры за канал сегодня у нас все так же мы играем за клуб престон кстати напишите в комментариях почему именно этот клуб мы выбрали и у нас сегодня три интересных матча матч против плюмов они так интересен но вот сонси и сток сити это команды из которые недавно выступали в апл мы с ними и сыграем тем более плюмов это кубок кубок карабау так что с ними мы должны играть наверное все таки вот перстов мне очень сильно устал поэтому выйдет второй и вот я не знаю стоит ли дом не выпускать наверно все таки да ну здесь вообще все прямо устали у меня игроки как вы видите вот так вот немного и давайте даже место андрея козлова и возьму жемалединова все сохраним играть мы будем вторым составом ну только вот долг не решил в этом матче на ворот все таки поставить потому что кубок карабау все таки нам важен может быть попытаемся побороться за него не знаю докуда мы сможем пройти так все увидите на своих экранах у нас легендарный уровень сложен сложности поехали итак первый наш кубковый матч кубок карабау играем против племаха но хотя бы играем дома поехали реле до в дня пропустим нет это офсайдинг все таки арбитр поднимает то есть подумал как такое мог пропустить скворцов и пробейка ой 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 как же сейчас защитник помешал айвазиан хорошо здесь раскрутил удар но сэвид галки пер подчищает наконец-то то все из-за него практически защита вот именно у этого состава проваливалась и вот так вот мур забивает под концовку первого тайма провалился тоже здесь центр но это из-за ловы то его была позиция надо кого-то естественно выпускать сюда я бы попробовал бы и ожидал джимали динова был упустить какой он пою что творит он ой 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 же маледина и вот так да еще бы пробить бы сейчас был какой же за него прям действительно приятно вот играть без лести без всякой же маледина и он забивает просто мне действительно друзья приятно за него играть и вот так вот же маледина выходит это его первый вроде выход и он забивает выход его на поле и отлично мы сравниваем 11 все супер за него посмотрите его просто никто не трогает он очень легкий такой не то что хоть и рейтинг у низкий все-таки пониже чем даже у скворцов который сейчас тоже на поле и вот эта ошибка долг не и вова этого ты хватит уже пенальти нам зарабатывать и посмотрите зачем это сейчас вообще было ты уже все оттолкнул его нету ну здесь вот еще и допнул за 30 его лицо просто также недоумение наш тренер будет пенальти сейчас еще и прямо в самую шестерку забивает остается 10 минут до конца я не знаю что уже делать я уже выпустил главных наших звезд на поле максима меня и жама будет сейчас в нападении и все мы проигрываем со счетом 2-1 из-за вот этого момента который вова взял под концовку за 10 минут до конца сбил еще и пнул нападающего команда соперника мы из-за него проиграем уже малединов действительно очень хорошо отыграл жамалединов забил в первом же матче за клуб пресс на что скажете о его таком великолепном дебюте мы нашли свой талисман это полностью сформировавшийся игрок и он уже показал на что он способен путь вашей команды в карбао кап сегодня закончился поражением что может сказать об игре надеюсь игроки не сильно расстроились мы сегодня играли неплохо и заслуживали большего к сожалению для вашей команды клуб плюмов забил в последние 10 минут игры которая была равна как вы это прокомментируете сегодня нам просто не повезло мы хорошо играли в обычной ситуации выиграли бы жаль так проигрывать но мы не отчаиваемся и сосредоточимся на других матчах все пожалуйста но обидно конечно это все я бы стал бы стараться искать центрального защитника какого-нибудь потому что но вова очень сказать не серьезно наверное относится к этой команде выгонять естественно его не буду но найти ему замену стоил бы беляев не знаю дивеев еще дивеева следить бы за ним вот за такой прям молодежью карпов сокол вот за таким последим деньги не помню были у нас очень мало очень мало мы никого на них не купим хотя нет может быть и купим у нас так 3 миллиончик а если еще на зарплату них низкий посмотрим вот например я только следить за ними отправил мне не интересны эти твои где мои русские почему на них ты где мои то я же сейчас попросил следить за ним вот здесь все так дивеев например 9 дней вот за дивеевом бы я бы последил 9 дней нам это позволительно еще да еще трансформное окно не закончится иначе нормально итак мы сейчас на самые так понял последние строчки двадцать четвертая да самая последняя очень много мы пропускаем больше всех я нет здесь вот хадер сфилд больше всех пропустил 8 мячей но не суть играем мы против солнце солнце у нас команда которая идет на восьмой строчке она играла раньше в apl играем первым составом естественно ну и так же давайте мы в этот состав не скворцова поставим вот правильно что же малядинова сразу поставили и вот так вот пусть у нас будет очень много полузащитников но только на 1 жаму я буду надеяться если он будет выходить вызваю еще и матч поехали ну что же мы сейчас на стадионе который раньше здесь принимал английскую премьер-лигу мы на либерти стадион солнце сегодня принимает команду из барнаула да и в центр на максима и максим нет не забивает но есть тут еще матвей получает он по ногам и естественно это будет штрафной сейчас то очень близки друзья штрафной и к мячу подходит козлов ну и будет он наверно пробивать этот штрафной раз так вызвался и тащит голкипер прям из девятки достает но первая попытка я решил все-таки пробить им у него статы получше все-таки стоят за как у профессионального футболиста не решился я за себя пробить потому что потом вы просто вы стали бы писать в комментариях хочу это ты за себя там пробиваешь отлично мельников прорывайте дальше но это штрафной опять будет и нам дает поменяйте но нет мы все так же пока что оставляем и так дистанция примерно такая же вторая попытка от козлова и снова галки пертащи тут штрафные я научился бить но вот теперь только вот мощных надо и точно мельников навес ой-ой-ой-ой мы первые должны быть на мяча естественно так петраков казанский не понял зачем сюда пришел с углового еще не ушел и на максима да максим забей же ты уже максим святослав у и максим максим этого шанс максим нет да лучше серьезно и все друзья ничья против солнце это очень сильная команда и наши первые очки в чемпионшипе так мы пока что проиграли два матча подряд но сейчас ничья и максим становится так понял лучшим игроком да очень было много момента вот три удара 4 створ это просто показал практически и пасовался он очень на него я прям сегодня играл чтобы он хотя бы один мяч до забил давайте ваши вопросы матч получился очень напряженный какие у вас впечатления от игры вашей команды ребята расстроены и правильно мы сегодня выступили плохо сыграли ниже своих возможностей при всем уважении клубу солнце такие игры нужно выигрывать вы рассчитывали на такой результат нужно отдать должное нашей защите отсутствие пропущенных голод целиком ее заслуга конечно мы не планируем играть на ноль-ноль но иногда приходится держаться и взгрывать выгрызать приемлемый результат нордфилд творил в ротах чудеса из-за него вы не смогли выиграть давайте лучше поговорим о том что можно улучшить потому что есть места в нашей игре над которым нужно поработать в этом нет сомнений и так давайте про опа ты кто такой шестерка локомотива баринов баринов эти вот баги немножко поднадо ели и так тренировочка буренков прокачался шестьдесят четвертым стал и кривохарченко 72 ну так мы поднялись теперь у нас одно очко мы на двадцать третьей строчки кажется все нормально и так артем сокол 57 но это чуть сильно нам слабо и вадим карпов 57 девеев гапонов кажется еще два дня но вот как раз после этого матча со стоком стол кстати сейчас мы посмотрим на какой-нибудь на первой строчке там нет на 13 успели отдохнуть данных практически весь состав успел отдохнуть что у нас там дальше скоро или нет уху-ху здесь и здесь мы наверное будем играть вторым потому что первым стал нам надо играть против стока набирать очки играем дома сток это очень серьезная команда в ней выступал как мы все знаем шокери но потом после вылета стока в чемпионшип он ушел в ливерпуле и так домашний стадион в барнауле мы приветствуем стоп сити и в предыдущем туре против солнце тоже команды которая пошумела чемпионате англии мы выгрызли одно очко посмотрим как сегодня будет потому что сток это мне кажется посильнее команда будет козлов кучаев это 10 на девятой минуте мы выходим вперед в матче против сток сити и отлично козлов нашел этим пасом кучаева и все 10 и кучаев забивает очередной гол за наш клуб я даже скажу какой второй наверное третий второй и все пока что спокойно я натрушки на потихоньку потихоньку и максим это шанс и максим забивает первый гол за наш клуб и вот так в стиле крещен роналдом празднует этот гол поздравляем максима с первым голом за наш клуб и мы ведем 2-0 у стока это просто что-то невероятное максимельников первый гол в чемпионшипе и козлов отлично видит меня у южей какой какой я забиваю он будет наверно лучшим в сезоне и отлично это 1-0 друзья толь занять уже все в голове все перемешалось 3-0 мы громим сток и посмотрите какой шикарный гол какой шикарный гол в падении не через себя конечно но все равно это очень классный ножницами шикарно друзья это мой первый гол в чемпионшипе даже максим раньше забил чемпионшипе чем я но мы вроде как забивали на предсезонном турнире но это все равно все равно для нас это первый можно тоже сказать как для максима официальный гол выноси все это победа со счетом 3-0 это наша первая победа чемпионшипе над сток сити еще я забил невероятный какой-то гол я просто бы еще бы сидел бы так и смотрел как так меня защитник здесь пропустил и вот такой шикарный гол может быть мы попробуем даже с максимом в жизни этот гол повторить не знаю получится или нет вот так вот ну ка какой ногой пробивал левая нога не рабочие я левой только хожу а тут я еще и гол такой шикарный забил в общем все замечательно вы ждали более упорной борьбы это была тяжелая игра двух равных команд и сегодня мы победили мне кажется счет не дает полного представления об игре вы довольны победой команды дело сделано очки мы взяли сегодняшнюю игру обсуждать не вижу смысла мы уже готовимся к следующему матчу было трудно пробивать оборону сток сити мы играли свою игру мы верили свои силы а мартинс инди сыграл хорошо но каких-то особых планов по его поводу у нас не было на кто только мартинс инди наверно игрок стока не суть 83 мы подскочили мы обогнали сейчас сток сити и мы на 16 строчки друзья это все у нас супер практически становится но не суть не суть сейчас у нас там придут отчеты о дивееве и еще акуа гапонов его до гапонов 63 дивеев 68 у него зарплата 36 он только недавно перешел так что вряд ли у нас получится его подписать а вот что насчет гапонова он тоже только недавно перешел нет как раз у гапонов ну давайте все равно попробуем молодой и нам оборонительные игроки нужны у нас их тоже минимум как и полузащитников было в начале сезона так предложим цену насколько он может стоить 800 тысяч мы отдаем на него и естественно куда ты делся т.д.с. к он сразу соглашается вот там естественно не т.д.с. к похож у него муж какой нибудь виду с вами прям стал бы разговаривать сразу но да ладно и вот мы с разгаром силе гапоновым рационный нет нерегулярный он будет у нас нет они что-то хотят ротационному да ладно согласимся четыре года мы бы на пять лет бы если он будет хорошо развиваться мы вы и побольше возьмем так а вот теперь самое трудное 10000 евро вы согласны отлично за десяточку он согласен за нас играть и покупаем оборонительного игрока конечно он у нас сразу же проигрывает конкуренцию пока что потому что у нас и 69 68 и вот вместо полина то он как раз и встанет в оборону может быть мы вот так вот сейчас феминистки набросятся но будем потихоньку избавляться от девочек составе все логично должно быть это футбол а девочки так могут уйти из команды и стать для нас черри лидершами все-таки это английский друзья у нас футбол что насчет у нас по защите есть по ппш ником и пфш ником именно как игроков сборной россии вот ефремов кстати классную еще же маледина в другой то джамалединов это джемалединов не путайте ребята вот я бы жамалединова барефата бы постарался бы приобрести он прям очень хороший игрок в локомотиве кто кстати не смотрит нашу игру за локомотив лиги чемпионов обязательно посмотрите зелимхан бакаев глушенкова но тарасово я не знаю нет наверное все таки вот так вот пока что просто за ними посмотрим покупать я покажет никого не хочу для денег у нас многое нету хотя может быть все таки получится что же в следующем выпуске у нас игра против шеффилд шеффилд что как это вообще команда то читается она еще и выше нас серьезно на второй строчке шеффилд в это какой-то ладно но тингем форест и против бренд ford вот с такими командами нам придется играть спасибо вам большое за просмотр здесь кстати нету еще никого из нас с вами был андрей канал футбол это жизнь до новых встреч друзья всем пока а